сознание это отражательная структура души то есть она несет в себе всю потенциальную сложность души но только еще так сказать в процессе развития как устроена душа давайте начнем с того что душа изначально строится на божественной энергии которую он делится с каждым человеком той самой искркой вот искра души в ней вечность и бесконечность вот как она устроена вечность и бесконечность по сознанию но на начальном этапе она имеет ну как бы сто сорок четыре области восприятия это тоже целая история это можно не одну книгу написать и рассказать об этом то есть поймите что это такие глобальные вообще-то области которые вот так вот как она устроена ну как она устроена вы представляете надо тома целая писать как она устроена но по главной сути это же не души и если сознание достигает тождества с душой возникает контакт то есть вибрационные структуры души и сознания совпадают и в этом синтезе вы становитесь самим богом бога человек вот это главное а уж как это пол всех всем деталям это тут ну я не знаю жизни 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 не хватит а и даже многие жизни по моему не хватит потому что мы тоже уже не одну жизнь живем и до сих пор еще только имеем общее представление потому что иметь представление о боге он же не познаваем он вечен бесконечен это это понятие которые не имеют ограничения понимаете как вы можете меня ничем не ограниченное определить да с животными это историю очень трогательным потому что мы когда произведем вознесение наше место будут занимать те животные которые до развились до этого уровня в человеческое состояние мы сами когда-то проходили этот путь потому что галактика млечный путь это галактика животных вы посмотрите зодиак там человеческих знаков ну дева близнецы водолей хотя с водолеем тоже не все так просто вот а все остальное животные их собственно здесь и образовывали в человека мы теперь чего пройдя этот путь образование человеческого образования переходим в богочеловеческое состояние а те животные которые до развились до этого они переходят на нашу нишу которую мы освобождаем причем интересно что эти перехода это не куда-то улететь это все здесь же и произойдет просто они ну как он сказать тот кто достиг более высокого состояния они все будут то же самое здесь и они будут помогать тем кто тоже рядом с ними но с другого уровня своего развития причем они будут видеть все туда на все уровни а их никто видеть не будет они станут невидимы для более низких уровней развития но территориально все это все здесь дело в том что можно работать конечно но во первых человек должен изъявить согласие на это это без согласия человека работать даже добро дело человеку без его согласия не этично просит до сделать второе это не просто технологии делать надо заниматься обучением этого человека надо ему объяснять все всю суть процесса вот это очень важный момент